Я человек такой, ну, интеллигентный, немножко не-не-не. Приезжайте, смотрите, не пожалеете. Это я вам говорю, как человек, который держит свое слово. Я человек честный и порядочный. Я человек самодостаточный и порядочный. Я вам сказал, я человек порядочный. В машине, это новая маршрутка. Вы меня простите, конечно, я просто такой человек, что, ну, я просто за порядок. Я просто говорю, как человек, как человек, который, ну, не просто словами разбрасывает. всем привет в эфире авторевизора естественно система стабилизации у меня отключена это проверка автомобиля перед покупкой и сейчас я как раз еду на выездную диагностику правда объявление о продаже машины я не могу вам показать потому что клиент скинул мне только телефон продавца и все что я знаю что это бмв 4 серии ну пустите меня но я хороший спасибо братик все что я знаю что это бмв 4 серии и что она продается в барвихе я уже позвонил продавцу если честно вот уже после звонка начался какой-то жесткий триллер значит машина принадлежит теще продает ее жена но у жены к вид поэтому показывает машину муж причина продажи машины ковид такого я еще не слышал то есть они продают машину потому что заболели к видом это видимо какое-то новое неизученное осложнение из-за интересного машина в идеальнейшем состоянии просто безупречно абсолютно новая но из-за нее уже подрались подборщики ну видимо подборщик с клиентом в общем уже из-за этой машины кто-то подрался короче давайте лучше вам дам послушать разговор вы сами все услышать хотел узнать машину где когда можно посмотреть и в любое время на востоке состояние как указано нет ни одного крашеного детали докопаться до машины не до чего состояние делал даю машину дешевле рынка даже на вот эти там 30 тысяч да потому что у меня жена сейчас лежит с омикроном с этим в тяжелом состоянии поэтому машину даю дешево по меня тест отрицательно не переживайте пробег 40 сейчас там 42 тысячи но это новая машина приезжал подпорщик с клиентом тут они тут ругались чуть не подрались я не знаю они там что-то не поделили он хотел ее купить а подборщик не успел закончить до конца делать все ну короче они там что-то они там нет сам они поделили я на самом деле сам подофигел потому что я человек такой интеллигентный я не понял просто что они не поделили вот раз вы интеллигентный человек просто вот по-нормальному спросить нормальная машина без проблем без происшествий какие-то абсолютно абсолютно без сюрпризов без сюрпризов приезжайте смотрите забирайте вы соответственно единственный владелец не перекупник да конечно да теща единственный владелец совершенно верно и ну то есть вы новую машину покупали у дилера да приезжайте смотрите пожалуйста вот такие дела но главное вы это слышали главное что продавец интеллигентный правда машина оказалась не в барвихе а в балалашахе моей любимой балалашахе а с балалашахинской интеллигенции я хорошо знаком в последний раз когда я с ней встречался под видом идеального безупречного целого абсолютно нового ягуара на гарантии мне пытались продать горелку сами балашахинский а чё с креслами так а чё эти с ними порвались вы выглядят как будто они сгоревшие нет 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 они попозже это же огонь вот же она поплавлен не нет это выливалось не этот источник так что встреча с балашахинской интеллигенцией это всегда интересно очень долго добираться как в нарнию я вот помолчим послушаем как работает все выйдем откроем я преподавал я куплю машину просто очень сильно я 911 патруль стоит это туз виталь и я пытаюсь понять это теща виталь нет это я теща 75 лет она не будет то есть это не ее машина нет конечно это моя машина моя жена ваш а просто конечно у меня сейчас 4 машина 911 турбовый порш стоит на тещу эта машина тоже на теща я занимаюсь бизнесом мне на мне ничего не нужно выработать метрополитене экономистом ей нельзя иметь много на себя и так вот и квартиры проездной зарежут конечно вы сами знаете еще вас какие машины сейчас в этот кабриолет жены и 911 как же они нельзя машину вы только что сказали а вы только что сказали уже не нельзя машину что нельзя машину иметь нельзя оформлять на себя машину а я человек честный и порядочный если вам если вам нужна машина проблем с машиной никаких подводных подводных нет она получается еще на гарантии гарантии уже все 19 год и еще нет что я не делаю я еще раз говорю я повторюсь я не буду делать менять масло за 26 тысяч рублей только потому что стоит гарантия конечно вода на не я уже убедился я официальные дилера конечно но не уроды потому что я сейчас он рассадочный и вот ралли это как раз порядок вы ралли увлекаетесь до 20 а почему не 20 года здесь 27 неделя 20 меня простите конечно я был такой человек что я надеюсь вы не подборщик потому что меня подборщики они меня есть у меня они обманывали уже 911 я купил представляете машину не поверить ну все было хорошо подборщик так все даю добро покупаю через два дня высвечивается на автотеке а где вы вообще покупали изначально ну а сможете мне подсказать да по комплектации по комплектации да без проблем а что это за блямба на зеркале ламочка горит какая-то красная где не знаю вот этот как его может у нас навигации да а почему она не работает я не знаю меня это интересная навигация как объяснить вам тебе я не знаю мне навигации в телефоне то есть вы никогда не включали навигацию не включал не нафиг нужно мне в машине она неудобно а вы сможете мне настроить коммерсант fm то я да коммерсант fm 93 6 то есть радио не тоже не работает в смысле радио не работает видите он только нечетные радиостанции ловит отчетную радиостанцию а я на это даже не обращал внимание у меня блютуз американский номер американский номер 1 800 а я не знаю это американская машина что ли получается вы это нет я купал в рольфе если это американская сборка но окей вопрос нет мне ничего меня ничего не смущено но вы вы покупали в рау конечно у них там немецкая сборка и из federal motors это это сборка для америки а почему мне без раз какая мне разница какая сборка это еще лучше значит тоже безопасности американцев выше чем у нас нет первый раз слышу объясню значит для ремни 3 зарядные подушки двухзарядные что это все значит но это значит что при столкновении если идет еще один удар то срабатывает еще раз подушка а армии трехзарядные ладно я притворюсь что понял ржавенькая это из-за чего минуту тут от отри она стоит стоит на чужина я просто вода стекает просто но на моей такого не было у меня машине уже 7 лет было поэтому спрашиваете вроде нет но когда капает значит вода сюда больше туда прям все все крепление все дрожавое никто ничего не трогал сразу на фоне новой машины брать его не мою понимать чтобы вы понимали если бы я хотел бы что-то скрыть вы приехали тут было все идеально я так я так никогда не делал 18 год стекла посмотрите все родные что то что при мне здесь а из-за чего я так и не понял он ему он его отозвал в сторону сказал они начали драться мне дают что нравится он ему летал до конца и досмотреть видимо он ему платит заплатил деньги и подборщик понял что если клиент сейчас согласится он ему не доплатит ту сумму которую хотел я так это понял и они начали драться не на нет они начали драться и начали это самая выяснять между собой в таком жестком тоне парнем баком и все клиент подбирался ушел как сегодня не подушки не срабатывали ничего нет нет еще раз говорю ни одной ошибки вы не найдете слушайте а у нее щиток снимали да не знаю ну вот видно видно что щиток снимали из-за чего снимали щиток а чё там можно делать не знаю так кресло крутили да кресло до снимали у нее для чего-то химчистку делал конечно а химчистка каждый раз всегда а почему нет а у нас какие условия ржавчина ржавчина ну все все кресло в жарчине но я уже через раз я химчистку делал 1 раз 4 месяца ну это вот от химчистка так вот они делают не сушки вот это вообще не оттирается даже смотреть да не этот отрется это же самое будет знать что это самая хреновая будет листью бмв понятно а где мы или где химчист а слушай они все машину вам залили ну вот то кресло с ржавчиной внутри смотрите все кресло внутри с ржавчиной и каким-то осадком видите я просто почему обратил только смотрю ремень хоп ржавчина могу сейчас подойти к стену как будто бы они прям или им дать ну значит перегнули с этим со средством что бы ну такое ощущение что они просто замочили и вот они все делают вон смотрите у вас все в ржавчине ржавчина 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 видеть даже внутри я вас понял да вы там все везде ржавчина залили мне я заеду покажу ну кто делал я не знаю кто кимчисту делал ну ладно то что я вижу вот лонжероны вроде здесь нет никаких следов удара если поверьте трехслойку трехслойку что вы понимали найти в цвет невозможно я разберу где разбирать то что у меня трехслойка такой же цвет на плашу а бампер передние красили я не красил а кто-то мог красить может быть все кого куда-то въехал а что с ним не так да я просто не пойму почему но он крашен да есть бампер красный вот тут хорошо видно я просто не не могу понять для себя может быть супруга я если я не вижу чтобы он был красным просто смотрите судя по стикерам на двери вот по этим ну и по всем этим наклейкам и по номеру на багажнике эта машина для американского рынка а почему у нее тогда бампер то европейский я просто пытаюсь понять зеркало с компасом это американская история а почему тогда у нее щиток европейский щиток и бампер меняла я почти три месяца командировки это могло произойти все что угодно может она бампер я не но не я не обращаю на это внимание честно если вас смущает американская сборка ну тогда это не осмущает машины из америки потому что их сейчас очень много но с аукционов битья тоталов навезли американских машин но вы ее проверили по кругу она похожа ну там же могут быть не только татала что наводнение бывают например нет это машина в воде не было точно точно просто как раз тогда ну вот ржавые кресла и ржавые болты под капотом очень в эту историю вписываются хорошо ну вот я у вас это спрашиваю и мотор меня вот этого я не знаю поэтому я вас спрашивают что это за машиной я сами в гаи готов поехать давайте максимально корректно задам вопрос не было ли каких-нибудь происшествий с этим автомобилем до вот этого момента вы видите состояние машины вам она нравится но меня смущают ржавые болты под капотом ржавые кресла послушайте ржавый да то что вода там может скапливаться или стекает как-то я не знаю нет а если она там скопилась из-за того что машина по крыше в воде стояла завтра встретиться у сашки поднять ее чтобы посмотреть кто такой александр для начала хозяин это мой близкий друг мой родственник бмв буст это лучший в москве очень известные ребята но если родственник то понятно что что лучший просто американские машины меня в принципе смущают у меня уже просто не готов и забрать если вас смущает в принципе американская машина ну тогда я это самое тогда я такой у вас уже родственник ее забирает нет я еще раз говорю если вы 2 ну я вам еще раз повторяю я за эту машину ну как не знаю как вопрос сказать я не собираюсь вас убеждать потому что за такие деньги еще раз говорят мне только что позвонил родственник говорит ну слушай если надо я их 6 продам говорю потому что я хотел его продать и и возьму 4 и возьму твой 4 все что вы говорите да если это вдруг окажется сказками вот это будет действительно разочарование это будет обидно мне перезвоните через два месяца скажете виталий спасибо спасибо осмотр закончен но не потому что я выяснил про машину все что хотел а потому что у меня просто закончился объем оперативной памяти чтобы слушать все что говорит продавец просто говорю как человек как человек который ну не просто словами разбрасывать кстати как вы думаете вот ну честно мне интересно ваше мнение мне только что проехались по ушам или же я реально упустил классную машину и теперь она уйдет вот некоему родственнику ну а пока вы там пишите в комментариях свое мнение давайте соберем все что мы имеем по этой машине машина из америки причем ну это не в смысле что вот как x5 которые у нас продаются американской сборки а это именно машина для американского рынка то есть у нее есть навигация но она как и полагается не работает в россии радио у нее не ловит четные радиостанции но при этом у машины европейская приборка то есть оцифровка не в милях и самое непонятное у машины европейский бампер то есть у нее должен быть если американка не должен быть бампер с катафотами продавец утверждает что такую машину он купил новую в рольфе то есть у официального дилера здесь в россии при этом он принципиально не обслуживает ее у официального дилера поэтому пробить ее историю невозможно и при этом у машины есть весьма подозрительные следы коррозии например под капотом плюс есть но откровенные следы присутствия влаги в салоне то есть внутри кресел на дверных картах есть прям несмываемые следы что вот была вода плюс у машины под капотом есть откровенные следы соли и все это ставит нас довольно затруднительное положение и заставляет делать довольно сложный выбор верить тому что говорит продавец или же верить своему опыту опыт говорит что если машина продается в россии и она привезена из америки и вы не видите следов что она битая значит она просто тонула но что говорит продавец вы я думаю так слышали вы в этой машине не разочаруетесь я вам глаза личного и поскольку теперь мы уже знаем вин машины то в общем то сами можем проверить узнать что с ней было просто вбиваем вин в google и смотрим на фотографии это работает почти со ста процентами американцев которые привезли сюда на продажу на фотографии мы видим красивую желтую полосу в проеме двери как раз вот выше нижней петли это полоса не что иное как ватерлиния таким нехитрым способом американцы отмечают собственно докуда дошла вода то есть продавец хоть и интеллигент но нас с вами всех он держит за идиотов когда человек продает что-либо неважно это будь то машина или какая-то вещь если человек порядочно и говорит что действительно так и есть это так и должно быть да то есть не терять время приезжать просто так вам я говорю что по поводу моей четверки никаких проблем нет машина в идеальном состоянии абсолютно машина топляк и по датам нетрудно догадаться что он сам ее недавно купил сам ее только-только поставил на учет и сразу же начал продавать это американская машина что получается вы это нет я пол в рульфе если это американская сборка ну окей вопросу нет мне не чем меня ничего не смущено новые вы покупали в рульфе конечно у них там это машина в воде не было точно точно и это позволяет сделать нам из всей этой истории три вывода первый важный вывод ну собственно теперь вы знаете как выглядит утопленник и он никак не выглядит он ничем не пахнет ржавчины минимум все работает и на самом деле от нормальной машины практически никак не отличается если бы ребята не жмотились и нормально подготовили машину сделали детейлинг хотя бы половину также хорошо как его делают в авторевизор и реставрации то фиг бы я что нашел и и и и и и и и и второй важный вывод если машина утопленник то важно знать в какой воде она тонула и да как ни странно но не вся вода одинаково полезна то есть да есть разница вот машину замочить в перье или же машину замочить в ясентуках случае если это перье то есть пресная вода то в общем то это наверное не так уж прям страшно но если это ясентуки то есть вода соленая пока gdm давай брат если вода соленая то на самом деле это капец с такой машиной лучше не связываться потому что соленая вода это мина замедленного действия вопрос когда отъедут блоки когда пропадут контакты когда начнут пропадать функции это просто вопрос времени покажу вам наглядно вот на примере машин которые приезжают на ремонт нам сервис что такое влага в автомобиле насколько это незаметная проблема и насколько это большая проблема которая приводит к катастрофическим последствиям смотрите клемма словая клемма это клемма к аккумулятору от бмв f10 от пятерки достаточно свежая машина и вот это вы видите когда просто заглядываете в багажник поднимать какие-то крышки бы просто видите проводку вот посмотрите вот проводка целая нормально никаких следов но если вы заглянете внутрь этой проводки то вы увидите что все провода абсолютно все уничтожены пенициллином они все зеленые чему это приводит возрастает сопротивление сопротивление приводит к тому что возрастает выделение тепла как итог пожар это силовая клемма к аккумулятору полностью обгорела машина чуть не сгорела это последствия некачественного кузовного ремонта в нишу багажника где находится аккумулятор натекло воды вот пожалуйста к чему это привезло и повторюсь для этого глазами не видите пока машина не сгорит проводочек вот обычный проводочек соответственно когда вы осматриваете машину что вы увидите вы видите проводку вот проводочек пожалуйста он целый все нормально с ним но если вы разберете сам разъем вы увидите что он снова уничтожен пенициллина зеленый все зеленое это проводка парктроников это вот та проблема которая с которой почти все знакомы раз в год владельцев мерседеса раз в три-четыре года владельцев бмв отваливаются парктроники отваливаются слепые зоны пожалуйста просто контакты просто мойка машины и влажная среда больше ничего вы скажете окей а чё ты нам f10 ты показываешь старуху кто-то машины двенадцать девятнадцатого года с ней ничего не будет она свежая на априори не может сгонить она только-только вышла с конвейера ну и фиг что поплавала нет проблем два маленьких засранца для тех кто любит проверять факты вот здесь вот есть серийнички можете посмотреть это разъемы от бмв x7 g-серия они в производство пошли в девятнадцатом году это самые свежие бмв пожалуйста клиент приехал к нам у него не работал стоп-сигнал и перестал открываться багажник не работала кнопка багажника вот с такими проблемами заехал сервис начали разбираться разъемы казалось бы ну ерунда окислился окислился разъем вот этот разъем стоит 57 рублей не тысяч рублей а просто 57 рублей этот разъем по моему 32 что ли подумаешь проблема на 57 и 30 рублей но эти ребята потянули за собой две вот этих коробочки стоп-сигнал если вы загляните сюда здесь все зеленое вот этот пенициллин это как онкология все если этот процесс запущен его практически уже невозможно остановить это это приговор и вот этот пенициллин пробрался вот сюда запорол стоп-сигнал это уже 14 тысяч рублей опять-таки кто не верит вот номера серийники можете проверить второй засранец просто разъем просто зеленый разъем просто влага запорол кнопку багажника который идет сборе с лампочками идет сборе с вот таким вот пластиком еще минус 17 тысяч рублей то есть понимаете малюсенькая проблема вот всего лишь просто капли водички 50 и 30 рублей казалось бы фигушки почти 40 тысяч рублей на ровном месте а теперь сколько вот таких засранцев в современном автомобиле вот этот моток провода это просто то что вам понадобится если вы захотите до оснастить свою бмв ну например камерами кругового обзора то есть это даже не десятая часть проводки автомобиля посмотрите сколько здесь разъемов и каждый из этих разъемов если он побывал в воде это мина замедленного действия и кстати если мы хотим посмотреть насчет вот этой машины в какой воде она тонула то здесь нам подсказочку дает место продажи автомобиля ну и соответственно выпуске новостей из этого места массово начали затапливаться станции подземного метро автомобильные трассы начались перебои с электричеством так что как видите в данном случае водичка соленая ну это по сути приговор и в связи с этим напрашивается третий важный вывод как проверять утопленника почти стопроцентный вариант ну вот реально практически всегда проканывает это просто заглянуть под кресло согласитесь любой из вас с этим справится и если вы под креслами видите следы ржавчины следы коррозии если какие-то окислы вероятнее всего это утопленник потому что даже от очень грубого и хренового детейлинга ржавчины внизу под креслами не остается и кстати о цене машину купили за 15 тысяч долларов стоит пометка что машина была на ходу поэтому да это удачное приобретение я думаю что но в итоге она где-то в миллиона 2 встала сколько же за эти машины просят у нас если вы откроете ссылочку на автору которую я оставил в описании к этому видео то увидите не только сколько просят за четверки гран-купе у нас но и объявление продажи этой самой машины если мы откроем отчет про авто по этой машине то увидим что изначально продавец планировал на ней заработать вообще чуть ли не полтора миллиона рублей машина я ее в мае продам за 3200 легко но вернемся к проверке конкретно этой машины если вы видите если у вас вот есть хоть какие-то малейшие сомнения или предположение что машина топляк то вести ее нужно на проверку в специализированный сервис и именно такую проверку проверку в бмв сервисе у нас на лобачевского 110 я буду рекомендовать заказчику клиенту который попросил проверить эту машину но скорее всего я просто верну ему деньги за осмотр то что я ему уже сказал что машина топляк необходимость в дальнейшей глубокой проверки я не вижу ну а пока морально ролика следующая не всегда проблемная машина выглядит как проблемная то есть да если вы смотрите ролики на этом канале на канале автору то обычно косяки видно издалека но вот бывают машины где косяки разглядеть тяжело но при этом машина весьма и весьма косячная но главный вывод сегодняшнего ролика если балашихинская интеллигенция продает вам не горелку значит это топляк никаких подводных поддерживайте лайком подпиской очень надо ну и желаю всем объездить на хороших машинах пока пока продолжение следует